Три больших мифа Миф власти Если ты посмотришь на сегодняшний мир, то найдешь группы или нации, нападающие на другие группы или нации, будь то приобретение ресурсов как земля или нефть, или для разрушения культуры или системы веры, или потому, что ДНК жертв этого применения насилия дало другое физическое проявление. В центре большого мифа – власть. Находится чувство разделенности и вытекающие отсюда заблуждения. О власти с и власти над. Когда говорят о могущественном мужчине или женщине, какую власть обычно им приписывают? Если ты воспринимаешь мир лишь своими пятью физическими чувствами, тогда власть определяется через то, что ты можешь видеть, трогать, осязать и слышать. Ты познаешь власть господствующей державы или власть над другими, власть над окружающим миром или даже власть над собой. Если общество определяет власть таким же образом и допускает, чтобы эта власть сконцентрировалась в немногих индивидуумах, оно должно создавать структуры, препятствующие злоупотреблением. Поэтому вы имеете сторожевых собак, которые должны держать власть имеющих под постоянной угрозой. Если общество или группа определяет власть или полномочия над ресурсами, деньгами, человеческой жизнью, армией, оружием, продуктами питания и сырьем, то самым большим страхом является переход власти к кому-нибудь другому. А власть над другими усиливает и углубляет разделенность, так как ты не можешь научиться власти над другими, не сделав их другими. По религии, идеологии, цвету кожи или в половом отношении. Если человек стремится к внешней власти, он ориентируется на материальные вещи или других людей. Это ведет к жестокому подразделению, основанному на большей власти, чем я, или меньшей власти, чем я. Но есть альтернатива этой фальшивой власти. Как мы еще увидим, обращение к духу открывает власть, основанную на творчестве, полной любви, кооперации, уважении, гармонии и героической совместной работе. Власть с Эта альтернативная власть основывается на власти с духом и твоими ближними. И по иронии, первым шагом к власти с является преданность. Но преданность духу звучит сначала как преданность чему-то, что обладает властью над тобой. Не та же самая ли эта старая история, но лишь с другим господином? Власть над основана на подчинении, при котором обе партии чувствуют себя разделенными. Она функционирует, если только существует это чувство разделения. В массе, когда ты чувствуешь себя отделенным от духа, действует как подчинение, как должен подчиниться побежденный город грабежу и насилию, превосходящего врага. Но если ты чувствуешь себя полностью единым с духом, преданностью называется замена мелкой деятельности, основанной на страхе, на огромную деятельность для планетарного и личного вознесения, индивидуалистического. Я должен все делать один, на согласованность с невообразимо мощными силами, которые воздействуют сегодня на планету Земля. Власть, основанную на том, кто ты есть, как отделенная от духа личность, ты можешь потерять. Другие люди могут отнять у тебя твои ресурсы, старость может разграбить твои силы, а болезни – твое здоровье. Но власть, базирующаяся на том, кто ты есть, не может быть у тебя отобрана. Если ты сам себя считаешь могущественной, многоуровневой сущностью, имеющей человеческий опыт, а не человеком, ищущим спиритуальный опыт, то это соединит тебя с твоей истинной властью. По иронии, самым важным делом, которое ты делал, было становление человеком. И для этого ты должен был, собственно, совершенно ничего не делать. Ты растил свое тело в матке. При рождении или незадолго до него, ты олицетворял часть своей идентичности. В этой крохотной форме, и затем задергивал занавес, чтобы все, что делал, забыть. Это самое впечатляющее дело во всей Вселенной вообще. Ты сказал, я достаточно сильный и большой, чтобы выдержать эту жизнь. Я могу запереться своим собственным могущественным я. И вместе с миллиардами других сущностей, делающих то же самое, иметь успех. Мы должны будем, возможно, бороться и ссориться, но мы это дело обтяпаем и вспомним снова. Так ты забыл свою истинную власть и свою истинную идентичность, и все это, чтобы сделать игру реалистичней. Если ты не узнаешь свою истинную власть, то ты должен будешь как следует потрудиться, чтобы получить больше, чем другие. Каждое недоброжелательное или вредное дело на этой планете делается людьми, чувствующими себя каким-либо образом бессильными. И чем больше бессилия, тем больше недоброжелательность и вредность поступка. Ты можешь осуществить власть над другими, если только имеешь картину реальности. Что эти другие отделены от тебя. Но ты можешь эту картину отделенности изменить. Но что затрудняет достижение истинной власти, так это тщательно встроенная на клеточном уровне человеческой расы разделенность. Лишь немногие люди действительно чувствуют единство на глубоком физическом уровне. Большинство же людей чувствуют нечто совершенно другое. Стыд. И он хранится на клеточном уровне. Субтитры создавал DimaTorzok